Самарская область продолжает готовиться к выборам. 6, 7, 8 сентября жителям региона предстоит определить, кто займет пост губернатора. В отдельных муниципалитетах выберут депутатов в представительные органы власти. О ходе избирательной кампании говорили на заседании Круглого стола. В нем приняли участие юристы, политтехнологи, представители политических партий и общественности. Встречу организовал общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. По оценкам экспертов, избирательная кампания этого года проходит спокойно. В ходе нынешней выборной кампании пока не зафиксировано сколько-нибудь серьезных нарушений. И мы очень надеемся, что вот этот позитивный тренд сохранится до конца кампании, и мы сможем ее завершить и подвести итоги вот именно в такой вот спокойной и обстановке без конфликтов и нарушений. Во многом, на мой взгляд, это отражает вот то сплоченность народа, которая возросла в связи с специальной военной операцией и особенно в связи с последними событиями в Курской области. Безусловно, это отражается и на нашей кампании. 10 августа стартовал период агитации. Кандидаты на выборные должности в установленном порядке доводят свою позицию до избирателей. Проводят встречи, отвечают на вопросы, выступают на дебатах, публикуют тезисы на страницах печатных изданий. Каждый кандидат, избирательное объединение, выдвинущее кандидата, самостоятельно определяет содержание, формы, методы своей предвыборной агитации. Они могут проводить самостоятельно агитацию, либо привлекать иных лиц к проведению предвыборной агитации в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации. Мониторинг агитационных мероприятий и материалов на предмет их соответствия закону осуществляет избирательная комиссия области и представители общественности. Мы не выдумываем сами правила, мы не контролируем их, исходя из своих субъективных оценок. Нравится, не нравится в этой ситуации не позиция наблюдателя. Наша позиция законна или незаконна? Влияет на выбор избирателя или не влияет? Способна ли она исказить реальную картину, которая должна сформировать предвыборная кампания? Для нас это главное. Понятно, что самарцы, которые в последнее время часто сталкиваются с избирательностью власти, то они, конечно, бдят. Тем более, что у нас регион сам по себе сложный. Мы знаем, что в нескольких регионах идут выборы сейчас, да, у губернаторов. И я думаю, что в данном случае в нашем, в регионе приходится труднее всего, потому что люди у нас очень внимательны и очень политизированы. Поэтому, я думаю, осторожно себя ведут и другие партии. Агитационный период завершится в 0 часов 6 сентября. В этот день с 8 утра стартует работа избирательных участков. Следить за законностью во время голосования на выборах будут независимые общественные наблюдатели. Пул наблюдателей и их обучение организован общественным штабом по независимому общественному наблюдению за выборами. Напомним, в его состав вошли представители общественной палаты, ведущие эксперты по части избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Среди них и генеральный директор телеканала Самара ГИС Елена Кольцун. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.